Первый правосектор Борис Береза и Тимур Агимов, боец расформированного подразделения «Беркут». Борислав, мне... Ну, с вами мы знакомы, Тимур, а вот ваша роль мне не совсем понятна. Вы были на Майдане. Скажите, вы стреляли в протестующих? Нет. Как это было? В те дни я попал в больницу и не был на Майдане. Но знаю ребят, которые со мной тогда были, и... Ну, как было, что вы? Какой вопрос вы задаете конкретней? Ну, вот смотрите, люди, которые стоят сейчас на Институтской, они до сих пор не могут понять, как случилось, что их родных убили. Кто мог отдать этот приказ? Как получилось, что стреляли в людей? Мне просто хотелось бы вам встречный вопрос задать, как вы представляете себе этот приказ? Приказ расстрелять мирных митингующих. Мне, ну, честно, в голове не укладывается. И зная тех ребят, которые там... Ну, то есть это было самоуправство со стороны Беркута? То есть не было приказа? Я не знаю, что там было конкретно в тот день, но я не уверен в том, что сотрудники милиции выполняли бы неадекватный приказ расстреливать безоружных людей. Но вы можете себе представить, люди, которые по 20 лет жизни отдали службе органам внутренних дел и службе государству, и выполняли бы после этого всего-таки неадекватные приказы? Вы знаете, мы очень многое видели на видеозаписях буквально в эфире. Борислав, что вы думаете? Получается, что приказ убивать людей был абсолютно адекватный, да? Получается, что когда мы стояли на крепостном переулке, и вот те Беркута, которые стреляли в нас, а потом травили нас газом, они делали все адекватно. Получается, что та тетушня, которая валила вместе с вашими побратимами, она тоже была адекватная. Только ваши почему-то уничтожали всех, кроме вашей же и тетушни. Они избивали нас, они стреляли. Им было безразлично, кого они стреляют. Знаете, очень тяжело говорить. Реальные эмоции такие играют. Это мы сейчас стоим вот так вот в студии. А тогда было все по-другому. И я по-другому тогда думал даже. И смотрел на все по-другому. А после вот того дня на крепостном у меня все поменялось. Я вам хочу сказать самое главное. Вы говорите, что не отдавал кто-то приказ. Вы говорите, что они бы не действовали неадекватно. Но примерно то же самое на эрберском процессе говорили. Вы говорите, что... Знаете что? Вместо того, чтобы что-то говорить, могли бы покаяться перед украинским народом. Вместо того, чтобы что-то рассказывать. Могли бы сказать, что вы надеетесь на прощение. А если вы верите, что вы правы. Если вы считаете, что вы правы. Ну, бог в суде. А почему мы так понимаем, что... А почему мы действительно ни от вас, ни от других сотрудников Беркута не слышим слов извинений? Мне хотелось бы задать опять же встречный вопрос. Извините. Почему мы от нашего правового государства не видим помощи погибшим сотрудникам милиции? Семьям погибших сотрудников милиции? Я пришел сюда только для того, чтобы задать именно этот вопрос. Погибшие сотрудники милиции опять же отдали свою жизнь. Для того, чтобы в городе в этом был правопорядок. И сейчас, на данный момент, не выплачивается ни одному, ни одной семье ни копейки. У меня всего один вопрос. Скажите, пожалуйста. Вы говорили адекватные приказы защиты себя. А казака Гаврилюка, которого раздевали наголо на морозе, это адекватные приказы? За это люди были наказаны уже. А какие люди? А как хорошо? А те, которые взяли оружие и сбежали. Те, которые взяли оружие, а потом сбежали и перешли на сторону врага. Это тоже адекватно. Защиту они в Киеве обеспечивали. Стреляли в голову они, которые бросали в ответ коктейли Молотова. Кто из них правоохранитель? Я хочу одну вещь спросить. Всего одну. Почему вы уверены, что вы правы? И вы хотите компенсацию? Может быть, жертвам Освенцима надо выплачивать компенсацию эсэсосов, которые их сжигали? Ну, примерно одно и то же. Вы хотите спросить меня, может, о чем-то? А знаете, о чем меня спрашивают? Я каждый день провожу встречу с избирателями. И вот люди даже на троечнии спрашивают, а когда хоть кого-то накажут? Они спрашивают, когда это произойдет. Вас же ненавидят. Знаете почему? Вы же даже считаете себя правыми. Вы же ни разу ни перед кем не извинились. Они извинились, потому что вы не верите, что вы не виноваты. Вы же не Беркута. Вы же те же фашисты. Действительно. Скажите, а вы действительно ни о чем не жалеете? Вот я смотрю на вас, у меня такое ощущение, что вы себя правым считаете. Я думаю, надеялся, кстати, что телеканал Интер пригласил меня для того, чтобы реально высветить какие-то дела. Но очередной раз ошибся. Еще одно подтверждение тому, что средства массовой информации настроены просто уничтожить органы внутренних дел, которые и так сейчас деморализованы. Послушайте, давайте не об органах внутренних дел. Давайте о конкретной ситуации. Вы не отвечаете на конкретные вопросы, которые мы вам задаем. Судавайте, хорошо. Ну, я готов вас услышать. Послушайте, вы действительно ни о чем не жалеете? Вот у меня ощущение сейчас в студии, что вы не чувствуете ни своей вины, ни вины. После всего, что произошло, я жалею только о том, что я устроился в органы внутренних дел при такой власти. И служил при такой власти, которая использует... А то, что приказы выполняли, не жалеете? Еще раз вам объясняю. Есть законы Украины про милицию, которые регламентируют деятельность органов внутренних дел. Никаких неадекватных приказов я не получал, так как и мои сотрудники, и мои коллеги. И никто бы не выполнял. А мне не было все адекватно. Посмотрите на меня и подумайте. Я бы выполнял приказ расстреливать любого безоружного человека, если бы мне поступил такой неадекватный приказ. То есть у вас все ваши подростки, сослуживцы, они все неадекватные, а вы один адекватный? Я думаю, что у вас просто агрессивное настроение. Борислав Тимур, я хотел вас спросить. Вот представитель генпрокуратуры говорит с открытым текстом про то, что справа гальмует. Дело тормозят, дело пытаются затормозить. А почему это происходит? Кто за этим стоит? Как вы считаете? Я считаю, что... Ну, у меня есть такие сведения, что Дмитрию Садиловнуйку нужно было делать операцию. Он обращался в больницу, ему отказывали. Так как на врачей влияли, давили. И еще есть информация о том, что ему очень угрожали. Я даже боюсь подумать, что с ним сейчас произошло. Но не уверен, зная характер садовника, я не уверен, что он бы сбежал, не доведя дело до конца. Не доведя дело до конца. Понимаете, он не из тех людей, которые бежит. И если бы он был в чем-то виноват... То есть вы считаете, он был заинтересован в этом расследовании? Он бы убежал еще раньше. Я думаю, что он был заинтересован. Вы можете посмотреть те видео, которые не... Ваши же средства массовой информации не выбрасывали в интернет и в прямой эфир, когда он на суде выступал и рассказывал то, как оно было. Его никто не хотел просто слушать. У нас есть Сергей Вилков на связи, адвокат Дмитрия Садовника. Мы буквально через минуту к нему обратимся. У меня вопрос к господину премьер-министру, у меня вопрос к господину президенту, у меня вопрос к господину министру МВД. На Майдане вы все трое и еще некоторые люди с вами клялись, что в ближайшее время будут расследованы все преступления на Майдане. Вы клялись и божились, что вы найдете виновных. Вы клялись и божились, что вы осудите виновных. Тишина. Никто не назван. Я подозреваю, что скорее всего, как и убийство Кеннеди, преступления на Майдане останутся тайной. А вот назначат кого-нибудь Цапом Витбувайлой, как Лихарви Освальда. А хотелось бы узнать все-таки имена людей, которые действительно совершили массовое убийство. А по поводу Садовникова, так я хочу сказать, и Фучи Джи, порядочный человек, в Одессе все организовал и удрал. Садовник, порядочный человек, и тоже удрал. Что-то у вас все порядочные быстро сбегают из милиции, особенно когда их прижимают к ногтю. Я подозреваю просто, что тот, кто хотел, чтобы они не давали показания, обеспечивал им возможность и коридор для бегства. Борислав, я верю, что он появится через некоторое время с рассказом, что он сбежал из плена, которого взяли, какие-то злые, майданутые, наверное, расскажут. Расскажут о том, как его там фактически пытали. И он поэтому сбежал в Россию, потому что там ему ничего не угрожает. Вы знаете, у Чихотила тоже был адвокат, который тоже просил войти в положение, рассказывал какие-то легенды. У Геринга был адвокат, у кого угодно. Только верить в собственную ложь не обязательно. Это преступник. Преступник, который понял, в определенный момент гарантии, которые ему дали, могут быть нарушены. И он сбежал, и надо это четко понимать. И скорее всего, помогали ему сбежать те же люди, которые в определенный момент гарантировали его безопасность. Когда поняли, что не смогут, обеспечили возможность для бедства. Послушайте, мы действительно пытаемся разобраться. Мы действительно, ну, я уважаю вашу смелость, что вы пришли в эту студию, что вы не прячетесь. Это действительно тоже поступок. Как вы считаете, что там случилось? Хотелось бы попросить, где случилось? Ну, история с садовником. История с садовником. Хотелось бы попросить, в первую очередь, не обвинять Дмитрия Николаевича, так как вы его, во-первых, не знаете. Во-вторых, есть у нас в государстве такое понятие, как презумпция невиновности. У нас же правовое государство. Не перебивайте, пожалуйста, я вам дал слово сказать, когда вы оскорбляли моего бывшего командира роты. Вот. И пока суд не доказал, что он виновен, вы не имеете просто права никакого, никакого законного и морального застрелить кому? Ну, вот, допустим, милиционер имел право его застрелить? Если бы он был бы преступником... Милиционер имел право его застрелить? Нет, не имел. Не имел. А обычного гражданина на Майдане имел? Послушайте, это не доказано судом. Вы видели своими глазами, чтобы он стрелял в кого-то? Я видел своими глазами, как убили двух людей на Майдане. Вы не имеете права. Своими лично глазами. Вы не конкретно. После этого у меня поменялась точка зрения. Я понял. Я понял ваше мнение, но я хочу все равно сказать, что вы не имеете права обвинять человека, пока нет решения суда. За это вас можно обвинить в клевете. И всех остальных можно обвинить в клевете, кто выступает на телевидении и обвиняет человека, у которого трое детей. Опять же повторяю, 20 лет отдал он государству для того, чтобы вы... Тимур Брислав подойте. Чтобы они обратили внимание на то видео, когда происходят стычки под судами между сотрудниками милиции, действующими и бывшими, которые приходят поддержать просто ребят, просто стоят. И можете просто посмотреть видео. Люди не ведут себя неадекватно. Люди не бросаются камнями, как это делают ультрасы, которые приходят и пытаются спровоцировать конфликт. И даже во время конфликтов они просто разворачиваются и уходят, и не вступают в драку, когда после этого обвиняют их просто, ну, во всех телевидениях рассказывают о том, что они трусы сбежали, понимаете. Они просто не хотят вступать в конфликт. Уже наконфликтовались, хватит. И люди просто хотят, чтобы проводилось какое-то законное следствие, понимаете. Я, кстати, согласен с женщиной, потому что не надо на одного берку-то все вешать. Там еще были грифоны, ягуары, соколы, весь остальной зоопарк. Почему-то о нем забыли, но тоже надо разбираться. И, знаете, у меня сегодня был разговор с человеком, который сидит в Лукьяновском СУЗО, в тюрьме, фактически, в Лукьяновской тюрьме, потому что суд не принимает его документы 27 месяцев. И почему-то его никакой судья не отпускает, хотя вопрос достаточно пустяковый. А вот садовника отпустили. У меня вопрос, почему не несет ответственность судья? Если судья принял решение, которое повлекло за собой бегство подозреваемого, судья как минимум должна занять место подозреваемого на скамье судимых. Потому что это либо сговор, либо халатность, что недопустимо для судьи. И это тоже вопрос, который надо поднимать. Потому что если каждый судья по-прежнему в нашем государстве, в котором судам нету доверия, прокуратуре нету доверия, благодаря всем остальным милиции нету доверия, будут себя вести и дальше, то мы рано или поздно приведем просто к стране, которая абсолютно закон не действует, не дееспособен. Но и тогда будет уличная иллюстрация во всем. У нас могут сказать, что люди приходят туда сами. Да, мы их извещаем, друг с другом созваниваемся и говорим, что вот в такое-то время у нас суд. Придите, поддержите. Ребята соглашаются, и никто даже не задает вопросы. Что там, как там. Приходят просто потому, что они уважают друг друга. Понимаете, это единственное подразделение, которое поддерживает друг друга. Потому что их все бросили, их все предали и уничтожили. И средства массовой информации, как раз сотрудники средств массовой информации, уничтожают, продолжают уничтожать дальше. Только я не знаю, кто потом придет и будет нести службу. Такие, ладно, не будут. Тимур, давайте без оценок, мы пытаемся разобраться. Вот в данную минуту, в данную секунду мы действительно пытаемся разобраться. И вы видите, что люди, которые на Абритане, они говорят... Я видел все это прекрасно. Я был в судах и видел, как ведут себя сотрудники Беркута. Есть люди, которые видели другую сторону проблемы. Да, и были стычки, но это и есть провокация. И я до сих пор своим ребятам говорю, чтобы не велись никогда на провокации. В тот момент, просто вспомните, какого числа, первого, да, или второго числа, было заседание, когда ультрасы пришли и начали забрасывать наших ребят просто в масках, с оружием, с ножами, как они утверждали, забрасывали наших ребят камнями и бутылками. Им пришлось просто уйти. Они развернулись и ушли. И потом написали, что они сбежали в трусости. Спасибо. Ну, по крайней мере, вас в трусости не упрекнуть. Спасибо, что пришли. Спасибо, что ответили. И спасибо, что посмотрели в глаза тем людям, которые сейчас на Майдане. Я думаю, и вам, и им это было все-таки непросто. Вы извиниться не хотите просто перед людьми за все, что там произошло? Это право. Там же кровь было. Просто извиниться. А вы хотите извиниться? Вы же представитель правого сектора. Вы думаете о тех сотрудниках, которые погибли? Вы вообще думаете, что у них есть матеря, у них есть дети, у них есть семьи? Вы не хотите случайно извиниться? Вот пока вы не извинитесь перед сотрудниками, я извиняться не буду. Я вам скажу так. Скажу кровь, параллельно кто? Беркута. И до тех пор вас будут называть менты и мусора, пока вы не начнете себя чувствовать гражданами Украины, равными со всеми. До тех пор, пока вы не начнете извиняться перед людьми за содеянное, до тех пор, пока вы будете бояться суда человеческого больше, чем суда Божьего, до тех пор к вам отношение будет соответствующее. Какие красивые слова. Спасибо. Мы на этом поставим точку в этой части разговора.